Георгий Малашвили 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 со ситуацией в Украине для Российской Федерации, с одной стороны, а с другой стороны это усиление Азербайджана, который сумел выполнить задачи, которые ставил перед собой. То есть, исходя из этих двух факторов, и в первую очередь то, что Россия не только не оказалась способна предоставить Армению ту помощь, которую обещала, но и, по всей видимости, не особо хотела этого делать, безусловно, у Армении остается только, в принципе, один выбор. Это сдвиг в сторону Европейского Союза, сдвиг в сторону НАТО, и, говоря более, это вообще сдвиг всей внешнеполитической повестки в Армении в сторону более прозападной, которая, по сути, является единственной альтернативой той геополитической реальности, которую мы наблюдали на протяжении всего этого периода. Судя по всему, этот сдвиг заметили в Москве буквально только что официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление спецпредставителя Генсека НАТО, отметила, что предложила Армении открыть карту и посмотреть, в каком регионе она находится и кем окружена. Если кто-то хочет близости с НАТО, то надо понять, безопасно ли это, сказала мадам Захарова. То есть, получается следующее. Мы вам безопасность не гарантируем, но мы можем гарантировать вам новые угрозы. Будет ли это безопасно? Где логика? Само собой, конечно, логики в том, что госпожа Захарова говорит, нет, и, к сожалению, я не совсем понимаю, кто-либо принимает ее всерьез на протяжении всего этого периода. Мы вынуждены ее комментировать, потому что это глаз российского МИД. У нас просто нет выхода. Другого нет. Я понимаю, да, конечно, безусловно. Поэтому я прокомментирую, но только небольшое мнение. Да, пожалуйста. МИД после особенно начала войны в Украине и после всего, что там происходит, превратился в фабрику цинизма. То есть, это не столько МИД, это дело производства дипломатии, которое мы привыкли наблюдать и которое было даже в советский период. Сейчас российский МИД, это, можно сказать, что фактически не независимый институт, который проводит собственную или российскую внешнюю политику. Это превратилось в некий филиал Russia Today, который работает исключительно на внешнюю аудиторию. То есть, поэтому воспринимать все, что российский МИД говорит всерьез, особенность, к сожалению, это не представляется абсолютно возможным. Захарова, госпожа Захарова, она вообще отличается очень такими едкими комментариями, в которых сарказм традиционно перемешан с полным непониманием реальности. Да, у Армении проблемы с единственной страной, членом НАТО, с которой Армения граничит, это Турция. Мы это прекрасно все знаем. Но эти проблемы не из разряда невыполнимых. Это проблема, которая решаема. И пример Грузии, кстати, очень даже хорошо это показывает, что возможно с Турецкой республикой наладить отношения, которые будут цельно выгодны. Да, безусловно, риски существуют, безусловно, проблемы существуют. Конечно, геополитические реалии Кавказа – это вообще большая проблема. Это не значит, что нужно вот так слепо верить всему тому, что говорит российский МИД. Армения верила России на протяжении последних 50 лет с объявлением о независимости всех трех Кавказских республик. Куда это завело? Как Грузию, так и Армению. Мы это очень... Грузия вообще. Мы, начиная с 90-х, когда Россия была воспринята как «миротворец», в кавычках, в Абхазии и в Скинвальском регионе. И с тех пор все изменилось. Мы прекрасно видим, что единственный интерес Российской Федерации в регионе – это империализм. В самом таком атовистическом его выражении 19 века, когда единственное, что их интересует – это территория. У Армении, кстати, говоря о России, есть один большой плюс. У вас нет границы с Россией. Что, в сути, к сожалению, для Грузии является самой большой проблемой. У нас прямая граница идет по Кавказу и еще два тоннельца. То есть, исходя из всего этого, у Армении очень ясный выбор. Это будущее, которое является нормализацией отношений со всеми странами НАТО. или этой, опять-таки, застрять в той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. То есть, это не имение гарантии безопасности. Иметь союзника, который все больше и больше изолируется и сам себя, и его изолирует. И мы уже видим, что даже элементарно вооружение Российской Федерации приходится закупать у Северной Кореи. И у кого-нибудь есть гарантии, что когда Армения не денется вооружение, а, к сожалению, мы видим, что так называемый rules-based order, то есть миропорядок, основанный на правилах, к сожалению, сейчас находится под большим вопросом, и все страны начинают инвестировать все больше и больше денег в безопасность. Исходя из этого, и вооружение в том числе, возникает очень герезонный вопрос. Если Россия не может наладить вооружение для собственных целей, мы очень отчетливо видим, что огромные проблемы, то кто даст гарантии, что она сможет помочь Армении, если это понадобится? Возможно, Мария Захарова. Ну, я не знаю. Вы доверились Марии Захаровой? Давайте я спрошу вас. Я бы лично доверился с большим удовольствием. Но вернемся к нашим баранам. Смотрите, Георгий, вот все тот же Хавьер Каламина, спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе, комментируя учения, военные учения State Fest Defender, которые стартуют в феврале, и которые достаточно внушительные по своим объемам, будет принимать участие более 90 тысяч военнослужащих. Цель уже заявлена. Это сдерживание России, сдерживание амбиций России. И фактически господин Каламина подтвердил, что Турция также будет принимать участие, как страна НАТО, в этих учениях. В России очень часто рассматривают Турцию как союзника. И Путин открыто говорит, что Реджи Пердуган – это его друг. Насколько я понимаю, скоро состоится их очередная встреча. Если у Турции будет какой-то выбор, или вообще будет ли такой выбор, будет ли сомневаться Турция выбирать Россию или НАТО? Потому что все движется к тому, что рано или поздно эта проблема возникнет, в первую очередь, в российско-турецких отношениях. Ну, во-первых, Турция не настолько глупа, чтобы отказываться от гарантии безопасности НАТО и от всего того, что члены НАТО дают Турции. Турция является одним из самых больших бенефициаров от участия в Альямсе. У нее есть очень серьезные политические рычаги давления, и мы это очень отчетливо видели в ситуации со Швецией. И, условно, Турция не захочет обменивать эти рычаги давления на непонятно какой иллюзорный альянс с Российской Федерацией, особенно учитывая, что турецко-российские отношения, они всегда были... Я бы не назвал их, они все время были в пике. То поднимаются, то опускаются. И Турция во всем этом следует исключительно собственным интересам. А если мы будем оценивать, что может предложить Россия и что может предложить коллективный Запад, то, безусловно, предложение от Запада, оно куда более серьезное и куда более интересное. И не только для Турции, в принципе, для любой нормальной страны. Исходя из этого, я не ввел вопрос прямо так, Россия или Запад. Турция будет, безусловно, оставаться членом Альямса. Само собой, они не будут выходить из Альямса или создать предпосылки к этому. Но в то же время Эрдоган будет торговаться. И он очень хороший дипломат. Мы это очень отчетливо видим. И он хорошо умеет достигать собственных целей. Возможно, некоторые из этих целей не стоящие на того, чтобы за них так уж бороться. Но, тем не менее, факт этих целей достигать может. С другой стороны, мы видим, что когда встал вопрос о принятии Швеции и Финляндии в Альянс, Турция вначале немножечко блокирует вопрос, особенно по отношению к Швеции. Но буквально пару дней назад турецкий парламент ратифицировал договор так, что с этой точки зрения Турция полностью движется в форматере западной политики. И Турция прекрасно понимает все те проблемы, которые возникнут, если, я не знаю, что-то произойдет с Альянсом. Я полностью на самом деле разделяю вашу оценку, вашу характеристику, которую вы дали интересам Турции и той политике, которую ведет Турция, ведет Эрдоган. Но во всем этом возникает главный вопрос, который для нас очень важен, поскольку, к великому сожалению, он касается в том числе и нас. И даже нас с вами в определенном смысле. Чего хочет Россия от Турции? На что надеется Россия? Чего она хочет получить от Турции? Постоянно торгуя с Турцией, в том числе за счет нас, за счет нашего региона. В данном случае конкретно за счет Армении. Ваш вопрос мне напоминает вопрос Тютчева. И его же ответ, что умом Россию не понятно. Но в нашем случае немножечко понятнее. У России есть конкретные интересы. Ее интересом не является контроль военный Кавказ. Ее интересом является максимальная созданность предпосылок для того, чтобы контролировать регион без сухопутных пугов. На данный момент они это делают при помощи оккупированных территорий Грузии. Российскому военному присутствию в Абхазии и Южной Осетии. Они создают перманентную гроту для остальной территории Грузии, которая не оккупирована. В случае с Арменией, безусловно, база в Гюмри, которая является прямым и одним из важнейших, помимо вот этих базы Российской Федерации в Сенвале, база в Гюмри также рассматривается как одна из самых серьезных проблем для безопасности Грузии. Потому что мы не совсем понимаем, как будет действовать эта база в случае, не дай бог, каких-нибудь осложнений с Российской Федерацией. То это их цель. Сохранить статус-кво, сохранить рычаги давления как на Грузию, так же и на Армению, и так же на Азербайджан. И перманентно торговаться, пытаясь получить за свой иллюзорный контроль максимальные выгоды. То есть это традиционная российская политика. При плохой игре получить максимально из всего, чего только можно. Будем пытаться понять дальше. То, что понять на самом деле невозможно. Спасибо, Георги. Спасибо вам. Мы с вами были, которые мы познакомились с Российской Федерацией, с Тбилисией, с Тбилисой, и с КАКГЕР, Георги Малашвили. Исказь этот момент, мы с вами занимаемся с вами с вами сомнением. Спасибо вам. Спасибо вам.